Трудные вопросы с библейским порталом Экзегет Я прочитаю с первого синодальный перевод, чтобы был ясен контекст О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа Слушайте, что получается, что жена это просто средство избегать блуда Это нелюбимый человек рядом с тобой, с которым ты взаимодействуешь А это всего лишь служебная вещь, которая необходима мужчине Который совсем не способен к воздержанию Уж хотя бы пусть так По-моему, это довольно оскорбительно И про женщину то же самое Муж для нее, иначе пустится во все тяжкие Но пусть хотя бы у нее один кто-то будет Мне кажется, что это совсем не соответствует Ну, ничему не антропологии Павла, который к людям-то добр Он их не считает средством для, тем более, удовлетворения похоти Или какими-то абсолютно, знаете, такими вот развратными существами Которых, ну, ничем не сдержать Ну, ладно, пусть уж как-то себя хоть сдерживают друг с другом Не тем более самой идеей Евангелия Где Христос первое чудо творит, как всем, наверное, известно В Евангелии Атеана написано на браке в Кане Галилейской Если брак это всего лишь по сравнению с блудом что-то такое Но чуточку получше, наверное, он бы не стал его освещать своим присутствием Тем более чудом Смотрите, здесь синодальный не совсем точен О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины В синодальном это говорит Павел Но непонятно, о чем же они ему писали Поэтому большинство современных переводов, включая мой собственный, звучат так Теперь насчет того, что вы мне написали, мол, хорошо человеку не прикасаться к женщине То есть тогда это получается тезис Коринфян И Коринфяне, может быть, Коринфская община Они такие действительно ригористы Они такие вот строгие аскеты, подвижники И говорят, да вообще отменить надо все эти браки Это один разврат только получается Лучше будем жить каждый в полном одиночестве И вот Павел мог бы им написать Ну вы что, совсем сдурели Вы кем себя возомнили? Вы что, считаете, что вы прям справитесь с этой ситуацией? Да, конечно, нет Не получится у вас ничего Вот не так он им пишет Обратите внимание, вообще это первое послание Коринфянам Которое называют посланием любви И правильно называют, потому что целая глава 13-я посвящена описанию любви Оно показывает любовь не на словах, но и на деле Павел довольно много говорит критического в адрес Коринфской общины Это прямо видно Они любят говорить на языках Мы не очень понимаем, что это такое Это отдельные трудные места Но вот прямо для них это главный признак того, что ты христианин Говоришь ты на непонятных языках или нет И Павел не говорит им, слушайте, отстаньте со своими языками Наша вера не в этом Он ему говорит, это очень хорошо, это замечательно Но любовь еще лучше Без любви это все не работает И здесь то же самое Он говорит очень мягко, не отрицая того, что они сказали Он нигде им не говорит, нет, это не так Но он говорит, во избежание разврата у каждого мужчины пусть будет своя жена И у каждой женщины свой муж И уточняет, и пусть исполняет супружеские обязанности по отношению к жене И точно так же жена по отношению к мужу Я цитирую свой собственный перевод То есть он им говорит, смотрите Вот то, что мужчины и женщины в браке бывают вместе В физической близости Это не что-то вот такое грязное и мерзкое И это не вседозволенность Это обязанность Это то, что один из супругов дает другому, как супруг Дальше он это расшифровывает довольно с нашей точки зрения Так архаично Тело жены принадлежит уже не ей, а мужу О, здорово, рабовладение, мне нравится Я мужчина И точно так же тело мужа принадлежит не ему, а жене Оказывается, это не рабовладение Оказывается, это взаимно Кстати, в античном обществе, в Древнем Риме Это довольно смелая мысль Потому что, в принципе, как и во многих древних культурах Мужчина-господин в доме И жена, она, конечно, не вещь, она не рабыня Ну, рабыня-то отдельное дело О них мы сейчас не говорим Она в каком-то смысле ему принадлежит Но никак не наоборот А он говорит, смотрите, вступая в брак Вы вступаете в отношения взаимной подчиненности Он не говорит Муж-глава-жене Он говорит это в других местах Это важно в других местах Но в данном случае он говорит, что Тело жены принадлежит мужу И тело мужа принадлежит жене А раз так, то Ты не имеешь права отказываться Ты, получается, принадлежишь мужу и жене Так, отсюда можно сделать еще один неприятный вывод Что в любой момент Один из супругов может потребовать интимной близости И чувства другого Его расположенность, готовность Абсолютно никакой роли здесь не играют И этот вывод будет поспешным Потому что, смотрите, Павел в любом случае Не дает какие-то правила Знаете, интимной близости Для христиан Он описывает те ценности Которые помогут им выстроить свои собственные правила и практики И он им говорит Человек все-таки Не создан для того, чтобы жить один Поэтому Очень важно, чтобы Вот эти союзы Они были Действительно прочными и стабильными Чтобы это не было Вот каким-то шараханием От одного к другому И это и называется браком А в браке возникают взаимные обязательства Но вы разберетесь сами Он не предписывает Очень часто Любят люди Искать вот таких руководств Когда можно, как можно Когда нельзя, как нельзя Павел не дает этого Он говорит Вы принадлежите друг другу Значит, это ваше дело И односторонне отказывать другому Не то, что в данный момент Понятно, что моменты бывают разные Но в принципе отказывать другому В интимной близости Это означает Толкать его на блуд Говорит Павел Это означает Человека, который Не готов К девственности Собственно, подталкивать К тому, чтобы искать Какую-то связь на стороне Мне кажется, ровно это здесь Говорится Больше ничего Другое дело Что говорится это Определенным риторическим образом Что, как и каждое высказывание У Павла В его посланиях Не только у Павла Есть ответ На некоторый вызов Есть ответ На некоторую проблему Которая существует А в данном случае Не просто на вызов И проблемы А на конкретные слова Мол, хорошо не прикасаться К женщине То есть Такое Универсальное требование Аскетизма Универсальное требование Воздержания Особенно интересно Что Павел женат не был Что с большим удовольствием Он мог сказать Ну, конечно Я же смог И вы сможете Делайте все, как я Будьте все, как я И дальше Павел Как раз говорит Что да Я-то Именно таков Но это не путь всех Что еще у него Конечно поражает Это Уважение к разности опыта Это понимание того Что не каждый человек Может Все Что Вот одному дается Одно, другому другое И в этом есть Ну Некоторая гармония Когда Люди уважают слабость Люди уважают Ограниченность друг друга Люди уважают Другой путь И Павел это Безусловно делает Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому